Когда мы задумываемся о вымерших животных, то почти всегда представляем динозавров. Но знаете ли вы, что существуют породы собак, которые давно исчезли? Если нет, то самое время узнать. С вами канал ФактОпс и в этом выпуске я расскажу вам про 10 исчезнувших пород собак, которых вы больше не встретите. Погнали! Буллин Терьер Эта порода появилась в 19 веке в Англии в результате скрещивания бульдогов с различными терьерами. Буллин Терьеры были очень выносливыми, быстрыми и упорными, а также обладали высоким болевым порогом. Из-за всех этих качеств буллин Терьеры участвовали в собачьих боях и нередко использовались на охоте. Течичи Маленькие и милые собачки, предки Чихуахуа. Первые упоминания этой породы появились в 15 веке. Течичи были чуть крупнее Чихуахуа и обладали более длинной шерстью. Предположительно, Течичи жила с индейцами Майя. В основном эти собаки разводились для употребления в пищу и использовались для жертвоприношений. Собак мумифицировали и хранили вместе с хозяевами, как компаньонов в загробной жизни. Историю Течичи можно проследить по рисункам, изображениям по резьбе по камню, гончарным изделиям, а также многочисленным захоронениям, в которых были обнаружены их останки. Брак Дюпюи Белая собака с коричневыми пятнами, также известная как Дюпюи Пойнтер. Несмотря на то, что эта порода вымерла, ее можно вывести снова, скрестив некоторые современные породы собак. Оригинальная порода была произведена французом Дюпюи в 1815 году. Собака обладала невероятной выносливостью и прекрасными охотничьими навыками. Во второй половине 20 века в Европе упал охотничий спрос, и собака стала не нужна. И порода вымерла в 60-х годах прошлого столетия. Собака индейцев сахту Порода не имела своего самостоятельного названия и была названа в честь индийского племени, у которого она жила. Некоторые исследователи считают, что у предками этих собак были собак, извезенные викингами. Эти собаки не умели лаять, что делало их превосходными охотниками, так как они преследовали свою добычу в тишине. Животные обладали теплым густым мехом, что не давало им мерзнуть. Однако с исчезновением индейцев вымерла и сама собака. Но некоторые люди считают, что часть собак сохранилась в дикой природе, смешавшись с другими собаками и волками. Молоска собака Эта порода была выведена в Древней Греции для боев с воинами, собаками и другими крупными хищными животными. Эти собаки были огромными, сильными, злобными и совсем не милыми. Благодаря таким характеристикам, молоские собаки были неплохими охотниками и отличными телохранителями. Несмотря на то, что эта порода уже давно прекратила свое существование, она дала начало многим другим породам. Например, современным мастифам и сенбернарам. Из-за своего строения тела и повадков, собаки напоминали белых медведей, и их крупная масса не мешала им быть очень подвижными и стремительными. Но главным достоинством этих собак было то, что они являлись хорошими воинами и отличными друзьями. Тесем Первые упоминания об этой породе собак появились в Древнем Египте. Считается, что Тесем является самой древней породой собак, прирученных человеком. Изображения этой собаки встречаются на фресках египетских пирамид, возраст которых превышает 4000 лет. Это дальний предок современной породы собак Басенжи. Хвост у них такой же закрученный в кольцо и такие же стоячие уши с застренными кончиками и длинные прямые лапы. Эти собаки очень величественны, с горделивой осанкой и важной поступью. В 17 веке собаки попали на Мальту, где стали известны под именем охотничьих кроличьих псов, а после распространились по всей Европе. А там под именем фараоновые собаки их стали использовать на охоте для селекции и выведения новых интересных пород. К большому сожалению, до нашего времени собаки этой породы не сохранились. А ученые, проведя многочисленные опыты с ДНК этой собаки, пришли к выводу, что Ти-7 и фараоновая собака не являются родственниками, а являются собаками различных пород. Альпийский мастиф Альпийский мастиф является одной из самых больших пород собак, которые были известны человечеству. Первые упоминания о собаках появились 500 лет назад до нашей эры. Собаки этой породы служили в монастыре спасателями, так же, как сегодня после них эту роль выполняют синбернары. Собаки имели вес более 150 килограмм, а их рост достигал чуть более метра. Псы обладали острым чутьем и прекрасным нюхом, и были способны отыскать человека по толстым слоям снега или лавины. Английский водяной испаниель Еще одна вымершая порода собак, которая исчезла во второй половине прошлого века. Этих собак выводили для охоты на водоплавающую дичь и прибрежных морских птиц. Первые сведения о них датируются 16 веком. Даже Вильям Шекспир упоминал этих собак в пьесе «Макбет» и «Два веронца». В своих произведениях он отвечал ум, сообразительность, желание услужить своему хозяину и исключительную исполнительность. Несмотря на то, что последних представителей видели в 1930 году, водные испаниели дали начало таким породам, как американскому водному испаниелю, филдспаниелям, ирландскому водному испаниелю и курчаво-жёсткому ретриверу. Так закончилась история этой охотничьей породы собак, английского водного испаниеля. Вертельная или поварская собака Эти маленькие милые собаки были выведены в Англии в 16 веке. Они были предназначены для бега в колесе, вращение которого передавалось на вертел с мясом, то есть они использовались в качестве двигателя. Обычно на кухне держали двух собак, которые работали попеременно, а при жарке больших кусков мяса вдвоём. Несмотря на свой небольшой размер, они были очень выдосовыми и упорными. Но к середине 19 века кухонное колесо перестало использоваться, а вместе с ними исчезли и собаки этой породы. Пейсли-терьер Пейсли-терьер был выведен в качестве домашнего животного и выставочной собаки и был прародителем современного йоркширского терьера. Их вес составлял 7 килограмм. Порода имела немало изобилия мягкой, длинной и шелковистой на уши в шерсти, которая требовала немало ухода. К 1860 году Пейсли-терьеры практически исчезли. Но, по мнению многих экспертов, они стали основой породы йоркширский терьер. И хотя йорки не были признаны как отдельная порода до 1898 года, интерес к ним не ослабевал. Какие-то породы исчезают, а какие-то появляются. Поэтому расскажу вам про одну из таких пород тоже. Пагль. Смесь мопса и бигля. Возможно, эта порода одна из самых милых в мире. Пагли, как правило, весят около 12 килограммов. Они могут быть различных цветов и узоров, в зависимости от характеристик унаследованных от родителей. Наиболее распространенными цветами являются коричневый, желтовато-коричневый или черный цвет. Другие раскраски бывают редко. Они могут иметь короткий нос, как мопсы, или большую морду, как гончие. Цвета, форма тела, уши и так далее могут варьировать. А есть ли у вас домашнее животное? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok